Есть в Кыргызстане одно необычное село. Село без названия. Вернее, их слишком много. Каждый местный житель зовет родное село как хочет, кому как нравится. И даже в паспортном столе при регистрации выходцам этого села ставят разные отметки прописки. И получается, что даже члены одной семьи, живя под общей крышей, прописаны по разным адресам. А все потому, что село есть, а вот статуса у этого села нет. Вон там был мой дом. Сейчас там озеро, видите? Мы переехали в 1975 году. Тогда я был в восьмом классе. Это андежанское водохранилище Узбекистана. Трудно и представить, что на месте озера когда-то стояло крыльское село Кашкатырек. Проживало там больше 300 семей. Ой, дети сейчас нам и не верят. Все спрашивают, как мы на дне озера могли жить. А озеро появилось только 40 лет назад, говорит Абдисалам. Тогда он, еще ученик восьмого класса, переехал вместе со всем аулом в соседнее село. Снесли все наши дома. Тогда мы поставили палатки, сопротивлялись, не хотели переезжать. И целыми днями сидели у снесенных домов. Перлись. Вот не уйдем и все. А потом все равно пришлось переехать. Деваться было некуда. Обживаясь на новом месте, еще долго скучали по отчему дому. Жители единогласно решили, новую местность назовут по-старому. Пусть хоть название села им напоминает о снесенном доме. Вот так самовольно переименовали село Айгырджел в родной Кашкатырек. Уже как 40 лет название села Кашкатырек. Все знают, что мы переименовали село. Когда говоришь Кашкатырек, каждый понимает, о каком селе идет речь. Но статуса у села нет. Старое название все благополучно забыли. Его теперь и в старых документах трудно отыскать. Так и остался аул без официального имени. В документах место жительства по-разному указывают. Кто как захочет, так и пишет. У кого-то в прописке написано село Башдебе. У кого-то и вовсе Кенеш. Башдебе и Кенеш – это название соседних сел. В паспортном столе хорошо понимают, что эти люди проживают вовсе не там. Но идут навстречу и регистрируют людей хоть неправильно, но по существующему адресу. Вот мой паспорт. Смогу ли без очков прочитать? Так, улица Мамадбекова, село Джанаджол. А у половины детей прописка села Кенеш. Так и получилось, что в этом селении люди живут под одной крышей, но в разных селах. Знакомые засмеют, если узнают. Скажут, жену оставил в одном селе, детей в другом селе, а сам прописался в третьем. Сразу же плохие мысли у людей пойдут. Не буду же я ходить и каждому объяснять, почему так получилось. В этой проблеме есть и доля его вины, считает бывший староста села Махмуд. Он не раз отправлял письма в центр с просьбой узаконить и дать статус его аулу. В свое время и я писал. И главы сельсоветов отправляли письма. И депутаты районных Кенеша, и области. Все отправляли. Но результатов не было и нет. Возможно, не проявили настойчивость, предполагает экс-староста. И надеется, что его преемники доведут таки дело до конца. В Акимяти же докладывают. Попытки возобновились. Не знаю, чья это вина. Я сам назначен Акимом только в январе этого года. Раньше тоже, когда был Акимом, пытался решить этот вопрос. Отправлял письма в Джугурку Кенеш. Но потом Джугурку Кенеш распался, и я ушел с работы. Слишком часто власть меняется, и проблемы остаются нерешенными. Приходится заново начинать беготню с первой инстанции. Вот сейчас опять отправили письмо. Присвоение статуса ждут всем селом. А это более двух тысяч жителей, у которых тут дома и огороды, но нет на них документов. Точнее, есть документы. Но все они на прежние участки и на прежнее жилье, которое осталось на дне водохранилища. Они уже теряли жилье, когда это было в интересах властей. Теперь же, кажется, никому и не интересно, что целое село документально не существует. И люди один на один со своей проблемой у безымянного поселка.